Всем шалам, здравствуйте и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Сергей, сегодня приготовлю махаммара. Махаммара это такая намазка, закуска, для этого нужно, во-первых, включить духовку на самую высокую температуру. Перцы, сладкие перцы, здесь у меня это называется на иврите шошка, я не знаю как на русском называется, здесь у меня перцы вместе с острым перцем, оно должно быть чуть-чуть островатое, так что вместе у нас здесь 750 грамм ровно, перед тем как оно заходит в духовку. Все очень просто, масло, можно немножко оливкового масла, чтобы у нас все быстрее пошло, духовка у нас на максимум на 250. Так нам нужно, чтобы наши перцы хорошенько поджарились до черноты, ну конечно же не внутри, а что у нас во-первых вкус вкуснее был и слаще, и чтоб шкурка слизла. У меня заняло это 10 минут, ровно 10 минут, чернота у нас пошла красиво, все отлично. Теперь, чтобы легче кожура у нас снялась, мы кладем это в какую-то емкость и закроем это крышкой, буквально еще на 10 минут. Перчики у нас отдохнули и можно приступить их чистить. Миска, куда мы будем складывать перчики, чтобы лишний сок у нас ушел, отделяется очень легко, семечки нам не нужно, ну если даже если пару семечек попадется, ничего страшного, правильно, это же домашняя еда. Отлично, все перчики почистили, это можно убрать в сторонку. Теперь мы наконец-то приступаем к всему процессу. Для этого нам, во-первых, пусть отдохнет, стекет весь сок, который нам не нужен. Блендер, кухонный комбайн, как вам удобно. Значит так, пока если у нас остывает и отдыхает перцы, мы приступим. Чеснок потом. Так, здесь у нас грецкие орехи, возьмем половину, здесь 100 грамм, ровно 100 грамм у меня. Измельчим это ножиком. Именно хотим, чтобы ощущалось грецкие орехи, поэтому мы через блендер их половину так и половину так, правильно. Теперь сухари, домашние, планированные сухари, именно домашние, здесь у нас 50 грамм, тоже высыпаем сюда. Теперь лимон, раз, две ложки, зира, молотая зира, здесь у меня чайной ложкой я уже измерил. И сладкая паприка, две чайные ложки. Теперь самый главный ингредиент, это у нас, конечно же, перцы и гранатовый сироп. Кладем 4 такие большие ложки. Томатная паста, вот такая большая ложечка. И оливковое масло. Раз, два, три, четыре, пять, хватит. Конечно же, соль. Все, хорошенько помешаем. Теперь перейдем к блендеру. Будем измельчать наши перцы. Все измельчаем. Хватит. И высыпаем это все в нашу массу. И мы приближаемся к финишу. Чуть не зажил чеснок. Можно его в блендер положить. Измельчим это с помощью ножика. И хорошенько помешаем. Запах просто обалденный. По всей кухне стоит. Теперь нужно попробовать на все наши вкусы. Можно еще чуть-чуть добавить. Я забыл. Ребята, я забыл. Нужно измельчить наши те орехи, которые мы оставили в сторонку. Я думаю, чего не хватает мне. Не измельчается. Добавим немножко массы. Ок. Вы поняли, да? То есть нужно измельчать грецкие орехи вместе с перцами и чесноком. То, что я две вещи забыл. И надеюсь, вы меня простите. Потому что я себя прощаю. Еще раз мешаем. Пробуем. Вау. Соль. Остренькая. Пинкантная, можно сказать. Остренькая. Грецкие орехи чувствуется. Перчики очень вкусные. Чувствуется. Ребята, блюдо хотя бы должно 10 минут постоять. И можно серверовать. 10 минут прошло. Возьмем такую-то грелочку. Немножко испачкал. Петрушку для украшения, для вкуса. И махаммара. Накладываем это как? Ровно как хумус. Точно как хумус. Обязательно оливковое масло. Оливковое масло. И к сезону, хорошему сезону, гранатов. Можно посыпать и куражиться тоже гранатом. В принципе, и блюдо готово. Давайте возьмем любой питу, хлеб. Разорваем это прям руками. Это идет кушаться. Можно и так. А можно просто намазывать на хлеб, на питу, на какую-то булочку, на лафу. Супер! Мне нравится. Попробуйте обязательно. Много людей просили у меня именно такой рецепт. Классный. Спасибо всем. Спасибо за просмотры. 2 литра от Бай. А я пошел кушать. Вау!